Дефлоратор 99, 100 рублей. Откуда у читателей Сипа и поклонников Голковского такая любовь к царю Трябки? Экономический прорыв — это заслуга его отца, Бунге, Вышнеградского и Витта. Конституция 1906 года — заслуга Витта. Столыпину так и не дали провести реформы. Когда было нужно принимать военно важные решения, этот дурачок стрелял по кошкам. — Попрошу не по кошкам, а по воронам. — Да, потом этих ворон ел. Мысль о том, что это не дневники Николая II вам, естественно, в голову никогда не приходило. Я не помню, как он правильно называется. Это просто тупо переписанный камер-юнкерский журнал. Журнал посещения с добавками про кошек. Я император Николая II. Второе, я повелитель самой большой сухопутной континентальной империи. Собственно, что я сегодня делал? Стрелял по кошкам, съел ворону, выебал собаку, плюнул в зайца. Выпорол крепостного, хотя у нас уже нет крепостных. Но я нашел и выпорол. — Ну, сам себя выпорол, какая разница. — То есть, как бы, расстрелял сначала кошку, потом демонстрацию. Причем, как бы, такой вот лекция, царь-трябка, ну, действительно, очень плохой царь. Вел в Россию парламент, даровал конституцию, причем парламент, честно, настоящий. Делал все для либерализации политической жизни. Вот Сталин, это, например, хороший царь. Все нахуй запретил, все нахуй расстрелял. Про Сталину никто не скажет, что царь-трябка. А тут, то есть, люди, которые, Николай Второй, вызываются царем-трябкой, что они, как бы, показывают, то есть, какой-то уровень идиотизма. Что они показывают будущему, так сказать, любому будущему... Нет, Маргинал, подожди. Что они вот этим вот фразам, вот царь-трябка, фу, прогнулся, понимаешь, парламент сделал, конституцию сделал, фу, вообще, бескребетник, подклобучник, слезняк, тварь. Что они этими фразами, скажем так, сигнализируют возможному будущему правителю России, который сейчас еще сидит в этом чате, да, там, как бы, под каким-то ником, там, там, жпоед69 и там пишет какую-нибудь фигню. Они ему сигнализируют вот, что чувак никогда не делает добра русским. То есть, если ты устроишь либерализацию политической жизни, если ты ограничишь сам свою власть и начнешь, собственно, заниматься конструированием настоящего демократического политического пространства, то в конце никто не скажет, слушайте, да, это же просто, как бы, замечательный чувак, который мог, собственно, ничего не делать, там, да, или, там, отвечать репрессию, но он вместо этого взял и занялся либерализацией и превратил абсолютную монархию в конституционную, да. Нет, вместо этого тебе скажут, фу, царь-трябка, да, как бы, император-подклобучник, лоху и пидор, да. То есть, когда вы человека, который... Отрицательно отношусь к вокабуляру, да. То есть, когда вы человека, который расширяется пространство свободы, начинаете, как бы, называть тряпкой, вы тем самым любому будущему правителю подсказываете, что надо, то есть, бить, бить и бить по роже, чтобы вот так вот не обзывали. То есть, ну, вы что вообще делаете? Любого, который расширяет вам пространство свободы, надо благодарить, надо говорить, очень хороший правитель, мощный, сильный, настоящий император, потому что только настоящий император может позволить себе ограничить свою власть. Ну, и так далее. То есть, ну, серьезно, вы как бы немножко думаете над тем, что вы говорите, и каким выводом может прийти слушающий вас человек, да? Вот давеча я смотрел сериал, сейчас сериал такой есть, его на Нетфликсе вывалили. В оригинале он называется Nightfall, но с буквой «к» в начале, то есть как бы не от слова «ночь», а от слова «рыцарь». И его, по-моему, на русский язык перевели как «Падение Ордена», то есть там про то, как тамплиеров сожгли. И там, собственно, есть сцена, когда, значит, спорят. Конфликт возникает между Филиппом Красивым и, значит, его советником Донагаре. И, значит, ну, там Донагаре устроил, значит, по сюжету сериала, по крайней мере, устроил интригу, в ходе которой, в ходе которой, значит, в результате которой точнее ихняя принцесса, она, значит, должна будет за принца Эдварда, значит, английского выйти, который, ну, скажем, любитель укусить подушку, то есть он не по женщинам, короче. Вот, сам по себе был. И это исторически так было, и в сериале, скорее всего, тоже так будет. Вот, ну и, короче, интриги он под носом у короля всякие свои творил, и, в общем-то, не считал нужным поделиться информацией с королем. Было довольно плохо с точки зрения абсолютной монархии, и, собственно, он в свое оправдание, значит, Филиппу говорит, «Я делал это в интересах Франции», а король ему отвечает, «Я и есть Франция!» «Какие интересы Франции?» То есть, от себя могу добавить, какие могут быть интересы какого народа, что во Франции, что в России, если есть царь. Интересы царя – это и есть интересы народа. То есть, свобода царя – это и есть свобода народа, так или иначе. Поэтому, если царь является царем, император является императором, король является королем, если он монарх, так или иначе, единоличный правитель, самодержец, он не может взять и ограничить свою власть и при этом продолжать быть хорошим царем. То есть, он либо становится каким-то другим типом лидера, либо, значит, он остается царем, но он тогда плохой царь. То есть, либо он должен себя каким-то образом переименовать, упразднить как-то, значит, монархический социальный институт и так далее, значит, либо это плохой царь, да. Таким образом, действительно, получается царь-тряпка. Потому что, ну, почему бы он стал поддаваться натиску, в принципе, антимонархической, антитрадиционной оппозиции, в принципе, которая требует вести парламент, конституцию какую-то придумать. Зачем? Конституция выражает волю народа в стране типа Соединенных Штатов. То, что в Соединенных Штатах никогда не было королей, императоров, царей и так далее. Соединенные Штаты, они действительно построены на, значит, фундаментальном своем основополагающем документе. То есть, вот, Конституция, Билль о правах, ну, и там еще можно еще понадергать, значит, артикулов конфедерации, которые там до Конституции были и так далее. Вот. Но самым важным является Конституция и Билль о правах. Вот. То есть, херстник там с Декларацией независимости. Вот. Значит, она выражает волю народа по-настоящему. Ну, должна была изначально. Потом решили, что там народ должен выбирать сенаторов, и так еще воля народа выражается. Но это уже ересь. Ну, так вот. А в России воля народа – это воля царя, да. То есть, не должно быть, конечно, никаких парламентов, ничего. То есть, я не имею в виду, что сейчас не должно быть. Сейчас это уже поздно, сейчас уже все есть. Но то, что царь позволил протолкнуть, значит, какие-то республиканские реформы у себя, будучи императором, ну, в общем-то, понятно, почему его называют, собственно, царем-тряпкой. Потому что если он царь... Потому что он продолжил курс Александра II, которого, как известно, убили за сколько там? За пару дней до рассмотрения конституционного проекта Лури Смеликова, да. То есть, можно же сказать, что, собственно, это просто продолжение стратегической линии высшей русской власти на либерализацию политической жизнью. Линию, которая, собственно, рассматривалась с самого начала XIX века. Линия, о которой еще, собственно, Александр I очень много размышлял о либерализации и устроении России. Линию, которую начал проводить Александр II, которую пришлось Александру III приостановить, соответственно, из-за поднявшейся волны террора. Но линию, которую, несмотря на волну террора, продолжил, собственно, Николай II. Ты никогда об этом в таком разрезе не думал. Более того, выражение вроде воли народа. То есть, ну, как бы, народ — это этнокультурная общность. Побольше эта общность не политическая. У этнокультурной общности нет воли, да, потому что представители русского народа, живущие на Брайтон-Бище, представители русского народа, живущие в Хайфе, представители русского народа, живущие в Харбине и представители русского народа, живущие, значит, в Зиндане, там, под Махачкалой, там, значит, на дачном участке. У них у всех разная воля, они все хотят, там, разных вещей, да, и поэтому невозможно говорить, что, там, у русского народа единая воля. Можно говорить, там, для русского нации. — Царь? — Нация? Нет, для этого нету царя. Более того, я-то на самом деле адовый конструктивист. Я-то, собственно, вообще считаю, что только какие-то нации начали формироваться после Висфальского мира, да не то что нации, даже и народы. Потому что мой любимый пример, что там даже в переписях 30-х годов 20-го века в Белоруссии, когда, собственно, трудящихся спрашивали, а вы вообще, ну, кто по национальности, они отвечали, мы тутошние. То есть поэтому народ — это такая абстракция, понимаешь, говорит, что вот там, значит, вот у нас в Америке хороший народ, сделал как бы хорошую волю, у нас никогда не было царя. Это же не так, что наша Америка была британской-то колонией, да? И царь-то у нас таки был просто британский монарх, законный монарх, против которого мы восстали. Это же не так, что как бы у нас даже за независимость этого монарха воевала лишь треть населения, да? Еще треть его поддерживала, а еще треть была нейтральной, да? — Победим. — Ну, это, то есть вот апелляция к некой воле народа — это очень абстрактные концепты, попытки через эту волю народа, прости господи. Особенно попытки на русском языке, потому что, собственно, как известно, в русской истории была такая организация, которая так и называлась «Народная воля», но которая, собственно, по поводу того, выражает ли царь волю народа, были как бы немножко другие соображения, которые они начали активно реализовывать, да? То есть тут тебе немножко уже подводит то, что ты не совсем в русскоязычном пространстве, потому что, может быть, «We of the people», да? То есть, а тут, ну, ну, как бы были такие народовольцы, но что-то там не очень сорвалось. — Да, нет, ну, на самом деле то, что Александра-освободителя благополучно убили, это, в общем-то, должно было быть звоночком, что, в принципе, низы общества — это весьма неблагодарная масса изначально. может сколько угодно освобождать, они будут, в общем-то, как бы в награду тебя так и убивать за это и всё портить ещё больше, потому что они мгновенно принимают за данность любые плюшки, которые им даёшь, и начинают претендовать на ещё больше и больше. Поэтому я не вижу вообще никакого смысла давать им какой-то голос, вот эти все трибуны устраивать, как, значит, в Римской Республике, которые потом приведут к полному пиздецу неизбежно. То есть, значит, пытаться выпустить пар. То есть вот это вот рузвельтовская логика о том, что для того, чтобы избежать агрессивной революции, нужно, вот, значит, провести какие-то дикие реформы, вот, иначе придут коммунисты, значит, и с оружием всех убьют и построят совок, значит, вместо Америки. Поэтому нам нужно ввести систему социального страхования, из-за которой всё, конечно, нагнётся всё равно раком, но через сто лет они прямо сейчас. Марго, очень хороший тык, но есть одна проблема. То есть, я как понимаю твою такую элитарную позицию, которую вы долгими тоннами ночами выработали с ещё одним элитистым сарматом, я так понимаю. То есть, да, как бы это очень красивая, стройная картина. Вот, значит, был император, дал народу волю, народ его за это убился, очень неблагодарный мордователь. Очень красивая, стройная позиция. Проблема только в том, что Игнатий Якимович Гриневицкий, непосредственно убийца Александра Второго, он никаким образом не относится к князам общества, потому что он из польских шляхтичей. Он польский твореник, по крайней мере, семи польских дворян. Поэтому, если мы приимем этого внимание, то вместо картины «Народ бомбами в царя кидается», мы начинаем видеть картину холодной межэтнической войны в Российской империи. Это уже гораздо более сложная и объёмная картина. Потому что непосредственно человек, который бросил бомбу под ноги Александра Второго, это польский шляхтич. Но это как раз позиция Сармата, что царя убили, короче, польские националисты, и что дело было не в том, что там народная воля и так далее. Ну, как бы разумная позиция с учётом сарматского мифа в польском национальном мифе. То есть у Сармата это, видимо, идёт... Ну, как бы, собственно, наши-то и грохнули, как мы в вашего. Возможно. Возможно. Ну, может быть, может быть. Чёрт знает на самом деле. Да, то есть там уже исторические нюансы начинаются, потому что там нужно уже знать контекст, в котором, собственно, движение народная воля имело возможность вообще, как бы, эту бомбу кинуть в той отдельно взятой ситуации. Потому что просто взять и в царя кинуть бомбу, это прямо, скажем, ну... Требуется нечто большее, чем, значит, польский дворянин с бомбой. Потому что, ну, надо понимать, что царя всё-таки кто-то охраняет, да? То есть там есть... Ты можешь смеяться, но там не было особой охраны. Более того, собственно, до вот этого вот... Вру, там было ещё более раннее покушение. Собственно, государей вообще ходили без охраны среди народа. То есть я понимаю, сейчас это звучит как-то, ну, как бы, странно или не странно. Но, во-первых, надо сказать, что тогда не было снайперских ружей с большой дальностью. То есть, чтобы государя убить, надо было подходить непосредственно. А, во-вторых, российский империн вообще было не тем, чем мы её представляем, смотря на вот нынешний недосоветский союз. То есть такой пример. Ну, известно, что есть, например, сейчас красные, господи, не красные, лагеря специально для бывших сотрудников полиции, ФСБ и так далее. Ну, короче, которые совершили какое-то уголовное преступление. Их не отправляют в общие зоны к уголовникам, потому что уголовники их там зарежут, убьют, да? А их отправляют на специальные зоны для бывших сотрудников. Так вот, ну, это кажется действительно, ну, естественно, а как иначе? Понятно, что там увидел бывшего фараона, воткнул ему, значит, вилку в глаз, потом в жопу раз и так далее. Так вот, фишка в том, что в Российской империи, например, не было каких-то специальных отдельных мест заключения для бывших жандармов, для проведившихся сотрудников правоохранительных органов. Там просто никому не могло прийти в голову, что вот, значит, надо как-то вот этого жандарма, попавшего в тюрьму, резать, убивать за то, что он жандарм. Там было совершенно другое отношение. Понимаешь, когда ты там начинаешь читать мемуары разных социалистов, бывших в ссылках на каторгах. То есть вот нам, значит, на этап привезли, значит, этих самых женщин-революционерок. Мы попросили, значит, у начальника строго разрешения устроить им торжественную встречу с красными флагами, с оркестром. Ты сидишь, ну, блядь, вот, типа как там сибирская каторга. И вот, значит, заключенные социалисты-революционеры встречают, значит, приезжающих товарок, тоже заключенных, ну, чтобы женщинам приятнее было, прикинь, с красными флагами стоят, отыграет их оркестр. Причем, ну, как бы, там даже чуть-чуть не по родную форму начальника строго надевает. Но ты, когда читаешь о таких вещах, ты начинаешь понимать, что ты вообще нихуя не знал о Российской империи. Ну, да, я слышал о том, что там, скорее всего, было не так уж, в принципе, и плохо, как в советском учебнике про это написано. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!